Здравствуйте, дорогие друзья! Как я уже говорил, я начал худеть, потихонечку спадают, пропадают мои щеки, и так как предыдущие выпуски получились смазанные, теперь я буду более тезисно давать вам советы по похудению и, соответственно, рассказывать про свои успехи. На данный момент я скинул где-то всего лишь не так много 3 кг, то есть я весил, соответственно, 89 кг, сейчас я там вешу в районе 86 кг. Когда мы худеем, в целом очень часто заходит разговор про вес. Но если вы занимаетесь в тренажерном зале, потеря веса может быть непоказательной, потому что может быть слишком много жидкости, особенно как в моем случае. Если вы посмотрите на мои зимние видео, я и без майки выкладывал форму, там видно, что есть пресс, но он такой вот подзалитый, как у нас говорят. Да, то есть жидкость остается, белые следы я вам показывал остаются, и это все как раз-таки из-за того, что есть все-таки углеводы. Я там ел макароны, в свою очередь есть инсулинорезистентность. Если нет быстрых углеводов и нету, подчеркиваю, это разные понятия, то есть быстрые углеводы вы исключили, но может остаться инсулинорезистентность. Если вы пролечиваете инсулинорезистентность, на выходе вы получаете жесткий красивый пресс без белых пятен, с красивым контуром и так далее. Поэтому вот секрет вот этого жесткого красивого пресса, может быть даже венозного, это не в том, чтобы его качать до упаду сил, потому что если будете качать пресс, это будет только расширять, соответственно, вашу талию. А если вы будете планомерно, качественно худеть и, соответственно, снижать инсулинорезистентность, вы получите пресс красивый, как у фитнес-моделей, но не как, так скажем, вот у нас принято на пару месяцев, да, когда человек готовится к бодибилдингу. А в принципе, если у вас будет желание, вы больше не будете набирать массу, вы можете его держать сколько угодно, то есть, пожалуйста, можете посмотреть мои фотографии, пока я не сидел на массе. У меня вообще прям достаточно жесткие контуры были, пресса, ну, я был несколько вот худым, мне это не нравилось. Вот, и, соответственно, получается, что держать его можно таким делом весь год. При этом, если уже нет инсулинорезистентности, совершенно не обязательно себя ограничивать жестко в питании, надо просто этим делом не увлекаться. Таким образом, резюмирую, корень красивого, да, вот секрет красивого пресса, это секрет отсутствия инсулинорезистентности. О том, как с ней бороться, дальнейшие будут выпуски. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, каналу вы можете помочь своим продвижением, посоветовать другу, а также написать мне что-нибудь в комментариях, какой-нибудь вопрос. Я желаю вам счастья, здоровья, ну и полезных вкусняшек. Субтитры создавал DimaTorzok